Тили-ти-ли-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли-ли Только время, все расставляет по своим местам. Удивительная вообще составляющая в психике время, да, величина. Казалось бы, оно линейно, и оно не линейно. Казалось бы, оно отражается одинаково в объективной реальности, оно отражается не одинаково. У кого-то оно летит, а у кого-то оно ползет. А у кого-то вообще стоит Ползет Но именно Благодаря времени Мы можем Видеть ху и с ху Благодаря Спустя время Время все отражает Обычно человек Говорит, что он пришел в жизнь Чтобы построить дом Вырастить сына И посадить дерево И, наверное, это все, что успевают за свою жизнь Большинство людей Зачем приходили? Чтобы сменить одну квартиру на другую Одну машину на другую Чтобы вырастить детей В чем был смысл жизни? В чем был смысл? А ведь на самом деле Ты задаешь этот вопрос В чем смысл посадить дерево Вырастить? А ведь человек действительно И говорит, что я пришел Посадить дерево, родить сына И построить дом Ведь так и есть на самом же деле А что ты проявил? Что ты оставил после себя? Да, да, да И даже не задумывается больше ни о чем Не задумывается Вот это что ты оставил после себя Вот это то, почему мы можем И принимать решение На основании чего мы можем Принимать решение Взаимодействовать с человеком Или не взаимодействовать Как поступать Как двигаться И так далее И оценивая свою жизнь Оглядываясь на свою жизнь Мы можем осознавать Насколько эффективно мы ее прожили Точно так же, как день Можно день пролежать на диване Можно день сделать Какую-то рутинную работу А можно за день Сделать столько полезной И нужной работы И твоя работа изменит весь мир Можно ярко прожить день Запланировав, расписав Да, можно ярко прожить Можно в пустую А можно в холостую И тогда вечером Человек ложась спать Точно так же, как в конце жизни Он думает Блин, прошел день Вот просто прошел Ну, я в следующий день Уже начну делать дела Утром Но уходишь же вот с этим Смотри, кстати Смотри, он засыпает Со словами И с мыслями Что, блин, в пустую прошел день Ну, завтра я что-нибудь сделаю Да, и уходит вот с этим состоянием Что в пустую прошел Утром он просыпается И точно так же день у него проходит в пустую Потому что Он ушел с этим Он, даже если он произнес Завтра я что-то сделаю Он этим себя успокоил Да, но ушел с мыслью Не запланировав следующий день Так же и жизнь Человек в конце жизни Больно от того Что именно в этот момент Человек видит Время свое, да Отпущенное на его жизнь Он в этот момент осознает И может оценить Что он за это время сделал Кроме того, как посадить дерево Вырастить ребенка И построить дом И когда он видит Что просто были профуканы День за днем Ему становится больно Больно И он с этой боли уходит С надеждой, что он в следующей жизни Что-то сделает Но боль-то в нем уже сидит Ну смотри На самом деле Ведь можно в любой Точке жизни Сделать временной Срез такой И сказать Ну вот я сейчас Оглянусь и посмотрю Что я сделал Что я сделал За этот день Что я сделал За этот месяц Что я сделал За эти полгода За год За два За три И ты знаешь Если этот срез Вот это даже можно Как практику Предложить Сучателям Вот просто возьмите Ручку и бумагу Что я сделал За этот день Что я сделал За этот год То, чтобы мне запомнилось И от чего бы я Внутри кайфовал Что я сделал Там за эти пять лет От чего бы я кайфовал И ты знаешь Записать это все И записать И знаешь У большинства За рамками Дерева Сына И дома Не будет ничего Будет рутина Будет день сурка День сурка И если он что-то и делал То он это делал Для того Чтобы притянуть В этот дом Типа мамонта Для того Чтобы наделить этим Своего сына И для того Чтобы облагородить Это свое дерево Все В норку Как хомячок За щечку А что ты сделал Такого Что Вот от тебе Останется след След в памяти Других людей Ведь Смотри Вот мы работаем Сейчас с человеком Сейчас вспомни Шаком Потому что мы Не с одним человеком Работаем В этой теме С человеком Который был Очень хороший В этой жизни Но сейчас Его дети К себе Не принимают Беременность И ждут Так Ха-ха Ну сделайте Нас беременными Да Но самим Им это не надо И внутри Идет отбивание И Ведь человек Прожил Жил свою жизнь Он был уверен Я живу Я живу Для детей Я живу Для семьи Я как хомяк В норку Все тащу Я все зарабатываю Нарабатываю И так далее А на повестке дня Вот сейчас Для его сознания Боль идет дикая Его Его дети В жизнь не пускают Просто не пускают Отбивают Ну ладно Род-то мы сменим Мы-то человеку Все равно поможем Но Ведь в такой же истории Может оказаться Практически любой человек На сегодняшний день Практически любой И даже те люди Кому мы помогали Забеременеть Мы же брали Ровно таких же людей Которых рот отбивал А почему? Потому что в роду Нету благодарности Ты можешь родить Десять детей Но ни один Тебя не примет К себе Потому что Ты не научил Их быть благодарными Ты не научил Их быть Самими собой Искренними Открытыми Искренне любить Искренне дарить Искренности Не научил Вот это искры Тогда Жизнь Их нет Вот это Искры нет И в роду она исчезает И тогда рот закрывается Рот у нее Да И тогда Умирает Да И тогда все десять Могут быть пустыми Это так На самом же деле Интересно Именно жизнь Прожить Интересно Это не Это не то Что Когда мы говорим Что ты Оставишь после себя Да Такого Для всех Нет Это не Ослужение А это А это Именно Своем Интересе То Чего ты Кайфуешь И это Дело Это не Посадить дерево Это не Это все Естественно Это Посадить дерево Вырастить ребенка Это И дом Построить Это Настолько Естественно Как дышать воздухом А вот дальше Интерес Дальше А ведь Человека Заканчивается На этом Закрывается Он достигает Примерно К 50 Всего Вот этого И останавливается Все И говорит Мне уже Хватит Мне уже Там Этого Уже Я не буду Мне это Не надо Это уже Сложно И пошло Так Пока По Камнем вниз И забывает Про Свой собственный Интерес Он забывает Про себя Потому что На самом деле Интерес Это ты сам Это Когда ты Считаешь Что тебе Жизнь неинтересна Ты неинтересен Себе Все Ты уходишь И это Настолько Очевидно Ведь Мы даже Видим Сколько мы Примеров Видим Когда Человек В 90 лет Вдруг Становится Фитнес Тренером Или По танцам И бабушка Это или дедушка Расцветают А у них Глаза Молодые Да Я кстати При этом Вот сейчас Сказала Я опять Вспомнила Того дедушку Помнишь Я тело Несколько дней Назад Видела Как он Дорогу С палками Перебегал Вот Точно Я его Все-таки Увижу Таким Прям Чувствую Другим Повезло Дедушке Кстати Когда Мы уделяем Очень много Внимания Человек У него Всегда Со здоровьем Хорошо Становится Поэтому У меня даже Перед глазами Стали Поэтому Я иногда Даже уже Учусь И кстати Уже получается Полностью Выключать Внимание С людей Когда Я не хочу Помогать Человеку Решать Его какие-то Проблемы По здоровью Еще где-то Полностью Вырыбается Внимание Потому что Да Потому что На самом деле Когда ты хочешь Просто так То ты Отдаешь Свой ресурс Ты Служишь Так смотри Те же самые Артисты Когда там Умирают И так далее Они же Очень много Внимания Привлекают И это Им помогает Это продляет На пару недель Жизнь Казалось бы Уже все Там все кричат Остановка сердца Нет Как только Внимание Фух Ресурс пришел Уже на пару Недель Жизнь продлена То есть Вот эти моменты Привлечения Внимания Казалось бы За счет хайпа Они дают ресурс Оно так работает Так все по образу и подобию Ты возьми любую соцсеть Если убрать оттуда Внимание Соцсеть исчезнет Вот это все Абсолютно Точно так же Человек Если с него Убираешь внимание Он исчезает И он всеми силами Пытается удержать На себе внимание Что подтверждает Субъективность Реальности Ну никак не Объективность Ну никак не Объективность Объективность Это Иллюзия А вот если Вернуться Ко времени То именно Во времени Мы можем Смотреть Как работает Внимание Именно во времени Мы можем Судить О результатах Приложенного Внимания И тут же Можно сказать О действиях О трудолюбии И так далее И так далее Ху из ху Все раскладывается Во времени Ты знаешь Если вспомнить Вот Центр человека До инфодайинга Да То чем мы занимались До инфодайинга Я все время была На вторых ролях Все время была Как бы За кадром За тренером Обслуживающим персоналом Для тренера Да И Вот это вот Вот этот момент Он оставался Очень много лет Как наработанный Такой Я всегда Скрытая тень Я всегда Сзади Меня не видно И Это вело К обесцениванию Очень сильному Обесцениванию И даже Если Оглянуться На начало Нашего Пути Тоже До инфодайинга Но уже Когда клубы Проходили Там тренинги Проходили Пред-пред-пред Инфодайинговские Если посмотреть На Моменты Вспомнить То Ну вот Расходятся люди И должны Выстроиться У каждого Свои дороги Вот теперь Можно Оглянуться И посмотреть Что сделано За За пять лет И У каждого И здесь И здесь Не надо Ничего Придумывать Вот были Люди Кто начинал Работать Да даже Те же Самые Тренера Тогда еще Те Которые По гипнозу Ездили Что изменилось За эти годы Куда Продвинулись Чего Достигли Что Открыли Что Наработали Вот знаешь Видно Что цикличность Да Цикличность В чистом виде Цикличность То есть Ничего Не поменялось Можно Позвонить Любому Начать Разговаривать И Ты услышишь Голос Который Вряд ли Постареет Но при этом Ты увидишь Уже постаревшего Человека Но ты возвращаешься В прошлое Ты не в будущее Идешь Ты возвращаешься В прошлое На самом деле Человек даже Стареет Потому что Теряет время В пустую В пустую Вот оно Нету движения Нету движения Вперед Есть остановка Что ты сделал Как ты развился Что ты изменил Что ты оставишь После себя Ничего И вот если Да Если Как ты говоришь Вот поговорить Сейчас с человеком Который был Допустим Пять лет назад Начинал Да Вместе с тобой То Будет Ты просто поймешь Что голос Да Один Но при этом Разговоры будут Одни и те же Ты просто услышишь Что вот Просто как будто Время остановилось Я разговаривала Как раз Не тогда Время остановилось Поэтому я в шоке Прибываю до сих пор Ты понимаешь Ну да И слышишь То же самое Что тогда Слышал Да Так у меня Поэтому и шок У меня и шок Потому что Я Искренне ожидала Что Вот движуха Вот перемены Вот это 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 А на самом деле Максимум У детей Движение В развитии Они повзрослели Все Ну да Либо еще Как хомяк В дом притянул Все Либо еще Случишь Что человек Скопировал И ушел В чье-то Да Скопированное Вот просто В какое-то Иск Так даже И не скопировал Даже И не ушел Даже 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 Сижу На попке И ращу Детей Все Как хомячок Оттуда 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 А жизнь Проходит А ведь Тогда Вот На тех Возможности Тогда были Все возможности Эдак Они сейчас Есть Возможность Изменить Все Есть В каждый Момент Возможность Поправиться Проснуться Здоровым Есть Каждое Утро Только Человек Ее Не Использует Потому что Для этого Надо Измениться А человек Ждет Что его Изменят Играет В эту Игру Не Изменят Человек Ждет Ключ В этом Человек Ждет Извне Да А Здесь Надо Самому Самому Вот Ключевое Самому Инфодайнг Начинается Со слова Сам Да Я сам Двигаюсь Сам Беру Ответственность Сам Делаю Практики Сам Меняюсь Сам 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 Но вот Я Уперся У меня Не Получается Помогите Вот этот Момент Ты сносишь Информацию Дальше Ты идешь Сам Это знаешь Едешь по дороге Еду 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 Тум Бревно Лежит Вот я не могу Это бревно Сдвинуть Сам Помог Сдвинул Человеку Бревно Зачистил И человек Дальше Снова Едет Но он И ты знаешь Человек В объективном Восприятии Он не понимает Вот эти Принципы Нашей работы Вчера Так случилось Что Мы ехали В машине С мужем И раздался Телефонный Звонок Говорила Женщина Она узнала Про инфодайвинг И вот У нее Вопросы Как у Любого Начинающего Человека Кто хочет К нам Обратиться За консультацией И Ну Начинается С того Что все Хотят Только лично И все Хотят Обязательно Сначала Изложить Свою Историю И все Обязательно Хотят Поговорить Чтобы понять Мошенники Мы или нет И И И вот Когда человек Вместо Того Чтобы слушать Его истории Отправила На сайт Насабришин И человек Не мог Найти Нужный Раздел И я Человеку Просто Объяснила Говорю Вы знаете Сперва Начинайте Самостоятельно Искать Разделы Потом Самостоятельно Делать Практики Потом Самостоятельно Читать Книги И потом Когда вы Самостоятельно Дойдете До бревна Которые Вы преодолеть Не можете Тогда вы Можете Обратиться К нам Иначе Нам с вами Делать Нечего Мы за вас Меняться Не будем В общем Мы поговорили Положили трубку И дальше Мой муж Просто сидит рядом Я уже поняла Как ты можешь Так разговаривать С людьми К тебе Никто Не обратится Мишка Пошло Такое Ты должна Обслужить Клиента Я ему Просто Спокойно Объясняю Слышишь Если Мы будем Играть В игру Клиента То у него Не будет Результата И мы Задохнемся И мы Задохнемся От его Фекалий А если Он хочет Выползти Из своих Фекалий Пускай ползет Дорогу Осиливает Идущий Нужна Будет Помощь Да Нет Свободен Мы прекрасно Понимаем Когда ты Проходишь Мимо Гриба Веселка Ее гриб Такое Веселка Тебе весело Тебе весело На самом деле Воняет Пол леса Но ты же Не бежишь Его трогать Жмякать И собирать В кошелку Нет Но если Ты встречаешь Яйца Гриба Веселки С удовольствием Их берешь И это очень целебное Снадобье Получается Здесь все точно Так же Если Человек Хочет Он меняется Он работает Он двигается Но тогда И во времени Виден результат И кстати Вот этот фильм Что мы сегодня Озвучивали Светланы Который Выйдет скоро На экраны Он удивительный Тоже Вот Показательно Эмоции Если бы она В своих эмоциях Продолжала сидеть На попке Она бы была Грибом Веселкой На самом деле Вот ровненько Один к одному И тогда бы И онкология у ребенка Доразвила Медицина Потом бы Зафиксировала Это онкологией Причем даже Диагноз саркома Был бы Разрушение было Было бы разрушение Да Потом Все что касается Груди Тоже онкология Была бы Все что касается Отношения Разрушились бы Все разрушилось Да Точно так же О бизнесе Что да Вообще мечтать Не приходилось А смотри Когда это все Положил человек В процесс работы Наушнички В уши И пошел Я слушаю Я меняюсь До меня доходит Здесь А ей вообще Тяжело контролировать Эмоции Она такая Ну Это чистая украинка Вот такая Классика жанра Балдею просто Да Но при этом Смотри Насколько Она вот Знаешь Она На эмоциях Но при этом Смотри Как она четко Она заткнула Уши наушниками И это же Ей плохо Уйти в себя Да И погнала работать Ручку Карандаш Писать 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 Работать Работать На самом деле Я Свету Уже очень хорошо знаю После знакомства И она на самом деле Вот уйдет Настолько все возможности В руках Но ей надо научиться Управлять Вот этими своими Эмоциями Улетать Так она сама Отсмотрит этот фильм И она увидит Вот этот фильм Ей в помощь Когда она снова Сжимается И вот Веселка стала яйцом Самым полезным Самым питательным Настойщикой Из которого Лечит все болезни Полностью Вот оно Собери все Все в себя А иначе Гриб Веселка Весь лес знает Что ты тут растешь Поэтому Когда очередная Веселка Стучится К нам И говорит Не-не-не Сначала яйцом Станьте Сначала яйцом Собираемся Назад Класс Процесс должен Идти в обратную Сторону Вопреки Объективной Реальности Мы это любим На самом деле Да Да Мне очень нравится Когда люди Присылают Сообщения О том Как изменилась Жизнь Как они поправились Как дети Поправились А ведь На самом деле Наташа Да Ведь действительно Я вот опять О свете И как бы И для всех Это очень Даже Круто услышать Слушать Наши ролики Слушать Наши Подкасты Хотя бы Даже с этого Читать Наши книги Это действительно Мир Открытия Себя Слышишь Я Когда гуляю С собакой Я слушаю Наши подкасты У меня Наушники В ушах Чтобы не Слышать Людей Как они Гавкают За своих Собак И это Помогает Просто Знаешь Как сказать Уйти от Объективности От иллюзий А уйти В себя Там Где действительно Ты Где ты Там Весь мир Твой Весь мир Чувств Интереса И мир Открытий И всех Возможностей И мир Углублений И Глубина Там Знания Вот эта работа Которая идет Во время Когда стрим Мы ведем И там Когда мы С человеком Работаем Ведь в этот Момент Когда ты Переслушиваешь У тебя Идут точки Фиксации Четко Вот Здесь будет Это Здесь будет Это Ведь сознание Полностью Работает Фиксирует Создает Это все Это такие моменты Важные И я понимаю Я каждый раз Когда слушаю Наши подкасты У меня вопрос Ну эти девки Дают Ну я не слушаю Это как я Понимаешь Я слушаю Это как она Как эти девки Да Это вообще Это парадоксально Но это факт То есть У меня Нигде Нету Что Это Что Это я Говорила Нет Нету Я Слушаешь Вот человека Со стороны И я понимаю И офигеваешь И офигеваешь И я понимаю Вот это восприятие Это восприятие Подсознания В чистом виде Точно так же Точно так же Ты слушаешь Абсолютно Любого человека Потому что На этом уровне Ты един С этим Другим Человек Ты просто Слушая Другого человека Ты уже Ну мы уже С тобой Это абсолютно Точно Вот Слушая Другого человека Ты уже Как работаешь Как подсознание То есть Ты слышишь Запрос человека Запрос человека Поэтому ты знаешь Какая у него жизнь И как она у него пойдет Куда движется Все сразу Так вот В понедельник На этом практикуме Которую мы давали Точка Которая заключительная Да Ведь Он же приводит В точку старта Игры В точку ухода В игры И в точку создания Вообще целой игры И вот Какой объем информации Идет сразу Из этой точки Так что Сразу психика И задает вопрос А мозг Выдержит И потом Обратная связь Полопались сосуды В глазах Я когда прочитала Ну и Она же самих Штормила И еще продолжает Штормить Но Это нагрузки На мозг Да Но это тренировки Поэтому ты приходишь Сюда уже Через большие тренировки Но зато Ты смотришь на человека Видишь весь объем Информации сразу Дальше задача Что можно говорить А что нет Что нет Да Не так давно Муж попросил Говорит Ты пожалуйста Ничего не говори При моих родственниках Я говорю Хорошо Я могу вообще Не встречаться Потому что Весь объем Сразу И потому что Этот момент Что можно говорить Что нет Ты можешь Не проконтролировать И сказать И причинить Человеку боль Да А человек На эту боль Не рассчитывал Поэтому не так Уютно Вот Поэтому надо Научиться молчать Я иногда думаю Что у меня Вот эти знания Молчания Они действительно есть Вижу много Знаю Вижу Знаю И молчу Ну я тоже Сейчас стараюсь Молчать Я вот четко Чувствую В себе Этот опыт Тренировка Опыт из прошлого Сто процентов Не вмешиваться Не вмешиваться Само собой У меня Хоть пушки На улице Полят Мне пофиг И мимо Идешь И видишь И сразу Можешь сказать На любую историю Корень тут Тут Откопаешь Будешь здоров Или там Уйдет проблема А на повестку дня Кстати Учишься молчать Сейчас За счет чего Вот когда Видишь Степ Да Ведь ты же сразу Видишь степ Подсознание Если переключить Внимание Нет Я молчу И не скажу Да Тут эго работает А ты переключаешься В восприятие Блин Ржач какой Да То тебе и говорить Ничего не хочется Падла работает Такая в тебе Ну весело же Человек Человек страдает Человек страдает А ты понимаешь Ну ты скажи ему От чего он страдает Он тебя не услышит Он Еще себя больше накрутит Чего не будет Это вообще Это удивительно И порой ты видишь Действительно У человека страдания Серьезные страдания А ты понимаешь Блин Это смешно Это просто смешно Прикинь Какая разница Да Страдание И смешно А ты видишь Это как Это как ты знаешь Как ты видишь Вот муха Придурочная Бьется Об стекло А рядом Форточка открыта А ты смотришь Она бьется Бьется И страдает Страдает А ты видишь Форточка Блин Открытая Сколько же ты будешь Страдать Отлети Ну у тебя же не возникает желания Накрыть ее баночкой И направить Возникает желание Хлопнуть ее Еще больше Вот точно так же Подсознание работает И хочется дать Тогда уже Так дать Чтобы прихлопнуть Ты знаешь Я вообще Вот тоже В последнее время Ловлю себя Вот это из этих Состояний Кстати Из точки В0-В7 Соединения Когда Мне даже не хочется На болезнь человека Смотреть Вот недавно Человек пишет Что Я вам опишу Свою болезнь А вы Напишите Сможете ли вы Меня вылечить Поможете ли вы мне А я понимаю Что я даже Читать не хочу Абсолютная Гармония Тебе нужна Эта болезнь Болей Болей Аминь Абсолютная Гармония Понимаешь Болезнь Она настолько Гармонична Она настолько Нужна И она Настолько Важна Для подсознания Для того Чтобы Сдвинуть Вот Червячка С мертвой точки Да Так ты Ползи Что Любое Вмешательство В болезнь Это провокация На то Чтобы Дало По голове Еще больше Кстати Вот в фильме Светлана Ведь очевидно Если бы ребенку Сделали химиотерапию Все Онкология Стопроцентная И уже даже Объяснянки Были бы готовы Кстати И здесь Здесь тоже Такой момент Мать Не имеет Права С адвокатами Отбивалась И так далее А ведь Мать Это ее ребенок Здесь поднимается Еще большая проблема Вот она Очевидно Как продают Медпрепараты Вот так работает Ваше лечение Химии Вот так Вот так Здесь целое дерево Вырастает То, о котором Человек не думает Потому что Он уже все Отдал туда Ответственность В свою жизнь А на самом деле Это империя лжи По продаже Медпрепаратов Да Это так И по сокращению Численности населения Конечно Человек уходя В медицину В лекарства Он уходит От себя Он уходит В эту игру Он становится Подопытным Кроликом И все И опять-таки Под одну гребенку Не подгребешь Нет, конечно Все в разуме Все в разуме Потому что Везде Наташа Есть плюс И есть минус Везде И в медицине В медицине Тоже можно найти Благодарность Медицине И причем Это будет На абсолютно Равных позициях Но только Где ты будешь Находиться Ты будешь Находиться На этой чаше Минуса Или на плюсе Или ты будешь Находиться И видеть Плюс и минус И понимать Чувствовать Так, мне надо Воспользоваться Медициной И я воспользуюсь Своим То есть в плюсе Возьму, что мне надо Вот Да что же Смотри А ключ будет В том, что Ты держишь Ответственность На себя Я прихожу Беру это Это и это Потому что Мне это надо Для этого Этого и этого Ответственность На тебе Это один момент А второй момент Ты приходишь Не к первому Попавшемуся Ты приходишь К человеку К человеку Который 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 Увлечен Своей Работой И так далее А для этого Чувствовать Что это человек Не просто человек Который отсиживает Своё место Да Чувствовать И знание Должно быть Либо Рекомендации Работают Хотя рекомендации Не всегда работают Да А вот именно Чувства Пришёл Поговорил С человеком Кстати На медицине Я же С медициной Крайне редко Сталкиваюсь И одно из таких Воспоминаний Классических Которые меня отбило От медицины Очень круто отбило Это когда я была Беременна Ярославом И Я же его уже После сорока Рожала И меня отправили На мнеоцинтез На проверку Там Чтобы ребёнок Недауном был И вот Предполагалось Что я буду Проходить Сию процедуру Она всё-таки Имеет угрозу Выкидыша В дальнейшем И Я приехала В генетику И меня встречает Женщина Генетика Это очень сильно Напомнило Концлагерь У неё Манера общения Была Как гестапо Она мне Всё рассказала По полкам Чеканным Таким шагом С приказом Взять тапочки Халаты Явиться Тогда-то Туда-то Даунов Рожать нельзя В обществе Они проявиться Не должны И так далее И Самое парадоксальное Что у неё лицо Было Вот так вот На две части Разделённое Родимое пятно Было Ровно на пол лица Коричневое То есть Пол лица Коричневое Родимое пятно Пол лица Обычного лица То есть Вот такая маска Я смотрю на неё И я смотрю на неё У меня есть Выбор Быть на этой стороне Или на этой стороне Я поблагодарила Уехала Я к нему Приезжала Сказала У меня отличный ребёнок И всё У нас будет Великолепно Ну Вот Парадоксы такие А теперь смотри Как подсознание Стебалось Когда давало Этот выбор Ты на какой стороне На светлой Или на тём Я всё время Когда вижу Вот С позиции подсознания Вот эти вот моменты Которые в жизни Потом Вспоминаются Именно с позиции Подсознания На них смотришь Ведь везде Стёп 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 Это вообще Это невероятная штука Эту игру Писали крутые Программисты И они всё время Ржали Ну да И болезнь Нужна в этой игре Она на самом деле Очень нужна Она помогает Она помогает Действительно помогает Вообще болезнь помогает Чтобы жизнь не исчезла Чтобы она продолжала Чтобы игра продолжала Да Как ни парадоксально Потому что Если бы не было болезни Да Болей То человек бы мог вот так Как шарик воздушный Воздух И всё Игра закончилась Да Результаты Жизнь Будут Видны В конце В конце И перед смертью Ты увидишь Ты посадил Только дом Дерево Построил ли ты дом И посадил Растил ты сына Либо ты сделал Ещё что-то И у тебя была Всё-таки Какая-то цель жизни Смысл жизни И так далее Было ли развитие Сознание в этой жизни Да Смотри На самом деле Организм Организм Выталкивает Что Из себя Вот даже взять Сухую кожу Да Вот Клетки кожи Сухое То есть Обезвоженное То что Без уже Интереса Вот он Выталкивает Так и здесь Тоже Человек сам себя Без сознания Без сознания Точно так же И человек Когда он Теряет интерес Он обезвоживается Возьми старость Они Старики Усыхаются Сознание уходит Жизнь уходит Потому что На самом деле Чистое сознание Это жизнь Это вот Это интерес И когда тебе Интересна Жизнь То старички Которые Я называю Их тоже Старичками Да Тоже Они Они живые Они здоровые Они горящие Но почему Они остаются Стариками Это вот Да Потому что Человек все равно Принял старость А старость Это вирус И это тоже Надо осознать Что Не принимай Понимаешь Мы как Вот даже говорим Старость это вирус Да Что старость Можно не стареть Да И что ответят Нам Ну это же очевидный факт Все стареют И мы все постареем Смотри Как сломать Вот это программное обеспечение Как сломать его Вот Мы сейчас запустили Флешмоб Перед Отъездом В Индонезию Мы предложили На последнем стриме Белорусам Кто хочет Потренироваться Что мы уедем Погода изменится Сегодня Уже напечатали Прогноз погоды Что с понедельника Меняется погода Мы же уезжаем С понедельника В воскресенье Уже начинается И в понедельник Все Ну и до 20-го числа Ребят Будет холодно В Беларуси Зачем Зачем Ну просто зачем Мы хотим вернуться В тепло Чтобы была такая же Теплая Дальше осень И те люди Которые нас слушают Мы понимаем Что сменить Программное Обеспечение Которое Работало веками На этой территории Ну вот Взять и вот так Снести В одну минуту Не получится Ну так давайте Двигать Точно так же Двигается старость Одинаково То есть не соглашаться Не согласен В моей реальности Будет тепло Мне некомфортно Весь октябрь Будет да Будет тепло И поехали Это у вас похолодание Да А у меня Вы зафиксировали Ну на один день Ладно Я согласен Надо чтобы полило дождички Чтобы не надо было шланг таскать И потом снова тепло И снова тепло И снова И держите сознанием Для этого достаточно Утром проснуться Зафиксировать телом Это тепло Сознание Нарисовать Ваш день В тепле В солнышке И так каждый день С одной стороны Планомерная работа С другой стороны Точно так же Вы уже Вот в понедельник Первого числа Создадите Второго Да? Воскресенье первого Вот значит В воскресенье Первого числа Вы создадите Что весь месяц До 30-го числа У вас точно так же Тепло И хорошо Просто почувствуйте Что вам комфортно Что вы Сложили Теплый месяц Или же Да Или же Сделать так Чтобы вам было хорошо Теплый Красивый Вот видите Какой сентябрь Красивенный Но Аномальный Получив Получив Опыт Нестандартный Опыт Изменения Той же Самой Погоды У вас В голове Уже Есть допуск Блин Точно Если я могу Работать С погодой Значит Я могу Работать Со старостью Это же Мое тело Это же В моем Ведении Все Поехали Ломать Допуск Я могу Работать С продолжительностью Жизни Поехали Ломать Допуск Вот В 5 минут Снести Программное Обеспечение Которое Есть В сознании Коллективном Которое Вынесено Уже В иллюзию Объективного Но Дорогу Силивает Идущий И все Начинается С мелочей Сегодня Погода Завтра Природа Потом Появятся Новые растения Потом Появятся Новые животные Потом 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 И параллельно Почему мы себя лишаем Почему лишаем Себя Вот этого Вот этого Кайфа Вот этого Волшебства Вот просто Решаем Себя Счастье Поволшебничать А соглашаемся С чем угодно Абсолютно Что вот Есть уже То должно быть Как Бог даст У природы У природы Нет плохой погоды И Да И У природы Нет плохой погоды И соглашаемся Что Смотрите У природы У природы Смотри Парадокс Как работает У природы Нет плохой погоды Я соглашаюсь На дождь Слякоть И холод И я прижмусь Я скажу Что это хорошо А ведь у природы Нет плохой погоды У природы Всегда солнце Да Ну зайдите С другой стороны Фраза останется Та же Но у вас в голове Перещелкивается рубильник И ваш рубильник ведет К другому проявлению И точно так же с долголетием Один в один Это все тренировки Потому что И кстати здесь тренировка выскочит Еще и на эго Я изменил погоду Обязательно будет эго проявляться Эго это фум И вы отследите это эго Это пустота Это нормально, это ваша реальность Это абсолютно нормально Что вы ей управляете И эго так Да, это нормально Это так просто И это так весело Жизнь вообще веселая и интересная Да Это невероятная Жизнь интересная и веселая Жизнь счастливая Если вам кто-то говорит Про страдания Про мучения И ведет вас к тому Чтобы вы играли В игру боль Страдания И так далее Дайте ему по голове Как по мухе мухобойкой И идите С миром дальше Прибейте клопа А жизнь это счастье Это кайф Это интерес Это столько Мухобойка Ну смотря кто там Это просто Почему мухобойка Образ той же мушки Которая Вот она бьется Стекло Бьется Бьется Он тоже Бьется Бьется И говорит Жизнь это страдания Как выйти из этого мира Хочу выйти А из этой жизни Будет исполнено Подсознание Хочу в нирвану В нирвану И в подсознании Ты в двух И ты уже в нирване Но тогда мы не замечаем Своих же парадоксов Да Своих запросов на игру Чего мы хотим А на самом деле Мы находимся в раю Мы находимся в счастье И наше дело Играть в счастье Просто валить по кайфу Мы выбираем Во что играть Минус или плюс Но для того Чтобы решить Надо видеть И минус и плюс А это что помогает Видеть минус и плюс Благодарность Именно осознав Благодарность Ты выходишь На то Что ты видишь И минус и плюс И выбираешь сам Вот чему надо учить Детей С детства Не стихи заучивать Как я вчера Учила Стихотворение Дебильнейшее Зачем Такие вещи Детям давать Зазубривать Забивать им голову И при этом Еще говорится Это мозг развивает Да Ну да Помогает Знаешь Как топливо А да Чтобы не засох Помогает На самом деле Хоть что-то говорить Так а лучше Лучше ж наполнить Благодарностью Кстати на последнем Стриме Там тоже был Такой очень Интересный момент Когда женщина Задавала Вопрос Недовольна была Там начальником Работает Там и так далее И не знала Как ему сказать Вот у меня Я же обычно Забываю быстро А у меня Это осталось В голове И знаешь По подобию Вот точно так же Человек Вот проработал Несколько лет На одном месте Он уже Недоволен Точно так же Смотри Человек прожил В одном месте Он уже Недоволен Ему все должны Он живет В доме Он недоволен Как уборщица Работает Как это Он уже Председателем Недоволен И так далее Чат иногда читаю Своего дома Где раньше жила Если вот он Живет в одной стране Он же пожил Какое-то время И тоже Все должны Недоволен 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 Вот Вот этот вот Процесс Недоволен Его можно Выключить Только одним образом Благодарностью Благодарностью Другого образа нет Осознав благодарность Чем больше Будешь учить Людей благодарности Да Тем дольше Они будут Оставаться Эффективными Это к рассуждению Как сдвинуть Эти 2-3 года Когда человек Действительно Эффективен На интересе Да Так вот Эти 2-3 года Можно сдвинуть Только благодарностью Тогда человек Может и 10 лет Быть эффективен И 20 И так далее За счет чего? Не за счет того Что его двигают По карьерной лестнице А за счет того Что он сам Лезет Ползет Ему интересно Он не ползет И не лезет Чтобы вырваться Знаешь Конкурируя Нет А ему это интересно Потому что здесь Разница большая Движение с обратной стороны Получается Но без благодарности Этого движения Не будет Нельзя Невозможно Благодарность Вообще штука Очень крутая штука Очень крутая штука Это одновременно И обнуление И одновременно Наполнение Это и Ноль И все Вместе взятое Это и завершение игры И старт новый И причем Старт новый Возможно Только из интереса То есть Постоянный рост 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 Постоянное движение Да А ведь человек На самом деле Он приходит Хочет на эту работу Только возьмите Только возьмите И мне так Она нужна Да Он же приходит С этой мыслью И такой Хлоп его взяли Он такой счастливый И как только счастливый Знаешь Уже как этот Червяк в яблоке О, мое яблочко Начинает его есть Есть потихоньку То есть Не давать Не наполнять А сжирать Да И потом Яблоко уже начинает Гнить Что это мне Что это мне не нравится Где это Почему Мне должны А здесь Яблоко гнилое Уже без меня Жить не смогут Да Да-да-да И это все Про обесценивание Это обесценивание Оказывается Внутри самого человека Потому что Он не ценил Яблоко Да Все строится На благодарности И интересе И тогда Жизнь Она счастливая Жизнь Кайфовая Жизнь Это степ Невероятная И тогда Оглянувшись назад Сквозь годы Человек будет Каждый раз Видеть Благодарность Степ Счастье И его будет Наполнять Радость От того Что он прожил И проживает Эту жизнь И тогда Не горе И страдания Как он отмучился Ой вырастил сына Построил дом Посадил дерево Да А кайф Сыграл тут Сыграл тут Сыграл тут Такая интересная игра И соответственно Следующая инкарнация Совсем другая Без болезней Без кармы Без отработок Без ничего Ты пришел В рай По кайфу Ты ушел Из рая По кайфу В следующий рай Ты заснул С счастливым Ты проснулся С счастливым А если ты заснул Недовольным Ты проснешься Недовольным Все настолько просто Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому